Я вновь должен, видимо, похвалить свою проницательность и сейчас покажу вам настоящий феномен. Часы златоустовского часового завода. Оказывается, часы могут быть красивыми, часы могут быть уникальными. И вот этот тренд, который начали независимые мастера, дошел и до заводов и предприятий. Уникальные декоративные техники, рисунки на циферблатах, эмали и гравировки на прошедшие выставки присутствовали в избытке. Но интересно, что встретились они даже там, где никто увидеть их не рассчитывал. Брутальные, громадные, ассоциирующиеся с грубой мужской силой часы за ЧЗ вдруг возникли с картинкой. Иными словами, мы не можем не отметить, что сюда в красоту пришли все. А те, кто еще не дошел, дойдут чуть позже. Часы теперь конкурируют не только в механике, не только в отдельных параметрах, но и внешним видом, узором, темой рисунка и так далее и тому подобное. Но за ЧЗ все равно пример, наверное, самый показательный. Потому что самый сложный. Потому что именно рядом с этим брендом до поры до времени, хуже всего вязался эпитет красивые. Характеризуя эти модели, мы сперва говорили, надежные, мощные, повторюсь, брутальные. И вот компания начала показывать то узорчатые циферблаты, то гравюру. Ну и тут ждал эстетический подвох. Узоры эти были естественные, природные. Это была дамасская сталь, метеорит. И все равно ассоциировалось это с чем-то мужественным. И вдруг рисунок. А самое интересное, что этот рисунок никак не поколебал в данном случае те основные особенности, о которых мы говорим. При такой картине часы не стали менее суровыми. И что самые интересные мужчины, полагаю, что основная ЦА, не воротит от них взгляд, а напротив заинтересованы их рассматривают. Более того, данный экземпляр был куплен прямо на месте в момент проведения Москового Чекспа. Думаю, что секрет в теме персонажа вдохновлялся за ЧЗ в данном случае сказами Бажова. И вероятно, мы видим здесь Данилку с каменным цветком. Персонаж соответствует часам. Это мастер, трудяга-работяга, который стремится к идеалу и готов пожертвовать всем ради безукоризненно выполненной работы. В нем есть много от романтиков, чуть-чуть от Фауста. А его тяга к лучшему доходит буквально до безумия. Поэтому для первых подобных часов линейки это выглядит еще и как самопредставление. Часы с Данилой не становятся менее мужественными. Но напротив, эту самую мужественность подчеркиваю, показывая сильного и готового идти до конца настоящего мужчину. Его профессия тяжелая, изнурительная. И герой позиционирует в данном случае часы, которые мы знаем как водолазные в первую очередь, связанные с тяжелым, изнурительным, рискованным трудом. На мой взгляд, это действительно одни из самых ярких часов прошедшей выставки. И я бы хотел увидеть других героев этой коллекции.